Ребят, привет! От Шамшурин и что-то такие мысли в голову пришли рассказать вам, поделиться своими соображениями по поводу относительности. Вот у меня тут товарищ, он у меня недавно лежал в больнице, ну с довольно серьезным каким-то там, скажем, вопросом, и что-то мы разговорились, и мне пришла в голову следующая мысль. Значит, насчет относительности всего в мире, это, конечно, давно уже тема не новая, но, допустим, в чем плюс для тех, кто сейчас там в какой-то жизненной, трудной жизненной ситуации? Смотрите, то есть бедность это понятие очень сильно относительное на самом деле, и успех, и неуспех это понятие очень относительное, потому что кто-то сейчас зарабатывает там двадцатку в месяц и думает, блин, я, сука, беден. При этом, если сравнивать себя, конечно же, с каким-нибудь там Цукербергом, Дуровым, Рональдо и кем-то еще, да, вы, 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 сука, бедны, это факт. В общем, вы настолько бедны, что, ну это пипец, как вы вообще живете. Но в другой стране, если сравнить себя с кем-то там, с каким-нибудь человеком, который спит в коробке из-под холодильника, или с кем-то там еще, то вы понимаете, что, ну, все относительно реально. И по большей части, наверное, это вопрос отношения к ситуации. То есть если у вас нет денег, и вы говорите, да, я беден, но вы при этом не вкладываете туда сильно много эмоций, и вы говорите, ну да, я беден, но мне есть куда стремиться, это как бы я признаю свою точку А, точку, откуда я должен отталкиваться. И четко видеть, куда мне идти. То есть когда вот так вы говорите про себя, я беден, это круто. Если вы рвете на себе волосы, ну, как бы переживаете очень сильно, это хреново. То есть поэтому вопрос относительный. То есть когда мой товарищ лежал в больницу, он говорит, там были разные люди в палате. То есть там был мужик, у которого реально много денег, он каким-то майнингом занимается. Был мужик, который просто лежит и бухает водку, то есть без денег вообще. И в принципе, самое интересное, что тот, который бухает водку, он был даже намного спокойнее и довольный, более довольный жизнью, чем тот, который занимается майнингом. Потому что внутренне он не считал себя бедным, потому что он относился к этому абсолютно нормально, спокойно. Его все устраивало, ему было комфортно. А тот чувак, который занимался майнингом, он что-то там переживал, звонил куда-то и так далее. То есть по сути дела вопрос об относительности и о том, как вы себя чувствуете, правильно ли вы себя чувствуете или нет. То есть еще раз нужно объективно оценивать реальность. Да, я сука беден, да? Но, или там я не успешен пока что. Это пока что, я знаю куда идти, я знаю что делать. И даже если я не знаю куда идти, я не знаю что делать, я все равно найду способ, найду путь и туда приду. То есть самое главное понимать, куда вы хотите прийти. То же самое по поводу успеха. Либо человек успешен, либо не успешен, смотря относительно чего. То есть лучший вариант, конечно же, чтобы сильно не париться, сравнивать себя с самим собой вчерашним. Если вы год назад жили хуже, чем сейчас, значит, соответственно, не только финансовые показатели, не только финансовые критерии. Какие-то еще критерии, как изменилось ваше тело, как изменилось ваше мышление, как изменился ваш интеллект и так далее. То, соответственно, вам будет проще понять, успешно вы или не успешно. Это всегда будут люди, которые богаче вас, которые успешнее вас и так далее. Так вот, я вообще говорил про больницу. В больнице такая история. Если ты лежишь в больнице, и у тебя довольно какое-то серьезное заболевание, серьезный вопрос, я тебе завтра на операцию. Вот сто процентов ты не будешь в это время думать, беден ты, успешен ты, не успешен ты, богат ты и так далее. У тебя будет только один приоритет – здоровье. То есть ты будешь лежать и думать про здоровье. Выживу я или не выживу? И вот как бы попадая вот в эту среду больничную, вот ты реально начнешь, ну, как бы, тебя жизнь встряхивает, говорит, эй, алло, ты живой. Это самое главное, чувак, ты живой. Поэтому все остальное приложится, как бы не было сейчас хреново, всегда, реально факт, что всегда может быть куда хуже. И это точный, абсолютно точный факт. То есть есть одна, как говорит мой друг Стас, одна, скажем так, неоспоримая истина. Либо ты, сука, живой, либо ты неживой. Вот. Либо ты мертвый. И это можно доказать. Это можно объективно доказать с помощью приборов, не знаю, допустим, подключили к тебе. Прибор, который измеряет сердцебиение и пульс. И он ничего не показывает. Значит, ты мертвый. Или там, ты не двигаешься, тебя столкнули, не знаю, вот так вот с операционного стола, ты упал там, не знаю, и лежишь. Значит, ты мертвый. Или ты живой. То есть, соответственно, здесь есть только одна объективная истина. Все остальные истины, типа там, богатый я, бедный я, успешный я, неуспешный я, там, как у меня с женщинами. Это все очень относительно, во-первых, да, еще раз. А во-вторых, это все можно поменять и нужно менять. То есть, как бы, я считаю, в этом есть смысл жизни, чтобы встать на ступень выше. Поэтому, ну, наверное, если у тебя сейчас какая-то не самая лучшая полоса в жизни, стоит задуматься о том, что это все не объективно, это исключительно какое-то такое субъективное мнение. И, во-вторых, то, что, как бы, все можно исправить. Самое главное, что ты живой. Ущипни себя очень сильно, если тебе станет больно, значит, ты супер жив. И это уже огромный плюс. Если ты еще не подписан на мой инстаграм, если ты еще не вписался в мою группу в телеграме, ссылки под видео, вписывайся туда, в телеге. Я буду, собственно говоря, выкладывать какую-то информацию и аудиокаст, и скрины переписок моих клиентов с женщинами, там, и так далее. То, что не будет здесь на канале. В инстаграме мы будем периодически вести прямые эфиры и так далее. Вот. Собственно, все ссылки под видео. Надеюсь, это видео было полезным. Увидимся. Это был Шамшурин. Пока.